Среди языков современной политической философии довольно часто фигурирует такой язык, который можно условно называть аналитическим или универсально нормативным. До сих пор, описывая историю политической философии, мы в основном касались континентальных философов главным образом. Но вот Юрген Хабермас относится к тем, кого часто называют аналитическим философом политики, главным образом из-за языка описания того, как он, собственно, сам смотрит на политику. Юрген Хабермас является, наверное, одним из крупнейших современных немецких философов, один из последних представителей небезызвестной франклусской школы. И тем не менее, удивительным образом, сам Хабермас гораздо популярнее оказывается как исследователь в англоязычных странах, то есть в США и Великобритании, чем в своей родной Германии. Как раз связано это с тем, как Хабермас предпочитает описывать политику. Его жизненный путь начался еще во времена нацистской Германии, он был участником Гитлер-Югента. И интересным образом, из-за своей некоторой родовой травмы, он родился с так называемой волчьей пастью, то есть что затрудняло для него процесс разговора. Это повлияло на его философию в том плане, что Хабермас в течение всей жизни искал средства улучшения общественной коммуникации. То есть, собственно, политика как коммуникация, это, можно сказать, наверное, одна из главных достижений и теорий Юргена Хабермаса. То есть, идея восприятия общественного пространства как некого такого публичного круга для диалога, причем диалога согласованного, где по возможности должны быть учтены интересы каждого. То есть, если, например, вспоминать в качестве антипода, то Хабермаса можно описать как некоторого такого антишмита. То есть, он постоянно это подчеркивал, что даже самая первая книга Хабермаса «Структурные изменения публичной сферы», если она по-русски называется, если я правильно помню, это была антишмиттовская работа целиком и полностью. То есть, если Шмитт рассматривал политическое как некое объективное столкновение друга и врага, то для Хабермаса как раз-таки именно вообще отсутствует эта проблема, потому что политическое для него как раз является пространством для диалога между различными группами, путем согласования общих интересов. Для него, в принципе, существует достаточно интересная картина истории, которую можно назвать таким обезличенным марксизмом или общеструктуризированным даже марксизмом. В каком плане? Что из концепции истории Хабермаса вся история есть история развития коммуникации. От самых примитивных, когда люди практически никак не могли друг друга понять, до самых современных, на максимально рационализированных. То есть, когда люди начнут все больше друг друга понимать, путем рациональной аргументации, путем выдвижения каких-то вот собственных рациональных требований, и посредством диалога люди начнут как раз-таки формулировать некие общие принципы, которые будут способствовать развитию демократии. То есть, собственно, Хабермаса называют одним из главных теоретиков либеральной глобализации, современной вот либеральной демократии, как такого консенсуса и диалога. Если говорить, наверное, о самом известном теоретическом достижении Хабермаса, то это, конечно, несомненно является его известная теория коммуникативного действия, где он предложил рассматривать именно достижение прозрачной коммуникации путем дальнейшей общественной рационализации в качестве такого определенного идеала, которому необходимо стремиться. Очень многие критики Хабермаса часто говорят, что если посмотреть на то, как Хабермас понимает прозрачную коммуникацию, то получится некоторый тот же коммунизм марксистский, только избавленный от экономики. То есть, когда вот сама экономика становится коммуникацией, согласно Хабермасу, и именно это является подлинным прогрессом, согласно его точке зрения. Юрген Хабермас, несомненно, в контексте вот различных традиций в истории философии, можно его назвать такой американизированной версией немецкого философа, потому что, за исключением, наверное, немецкого языка, сам Хабермас является вполне себе абсолютно американизированным теоретиком. То есть, сам тот язык, который он использует для описания политики, он очень подходит аналитическим философам. В частности, одним из наиболее известных участников диалога вместе с Хабермасом, с которым он постоянно спорит и дискутирует, является Джон Роулс, один из известнейших американских политических философов. В этом плане, как бы, Хабермас, несмотря на то, что он является немецким автором, вполне себе вписан в современный, вот, скажем так, панамериканский англоязычный мир, который, в том числе, охватывает, и, конечно, и политическую философию. В этом плане, сам Хабермас также стал известен, как один из авторов такого направления, как делиберативная демократия. То есть, демократия, которая работает по принципу согласования интересов путем рационального диалога, когда постепенно возможно достижение некого такого вот общего процесса путем формирования таких наиболее согласованных друг к другу требований, сам Хабермас традиционно говорит о своих кантианских взглядах. Это, в принципе, конечно, можно понять, исходя из того, как Кант рассматривал понятия консенсуса, диалога и так далее. В то же самое время, конечно, нельзя не упомянуть, что такая концепция серьезным образом нашла и критику, как и у правых, так и у левых мыслителей, в частности, одним из самых известных критиков. Хабермаса стала современной исследовательницей, сторонницей в той или иной степени Карла Шмидта, главного антихабермаса, и главным ее критическим аргументом в его сторону стало то обстоятельство, что для Хабермаса не существует политических проблем, как столкновение интересов. Потому что все антагонизмы, по мысли Хабермаса, должны неизбежно отмереть в контексте дальнейшей рационализации, а все проблемы Хабермас видит как раз-таки в недостатке коммуникации. Это стало в свое время серьезным возражением со стороны уже Шантальму. В то же самое время, конечно, можно сказать, что среди, наверное, очень многих континентальных авторов, то есть авторов континентальной Европы, Хабермас до сих пор является вполне себе живым мыслителем, который постоянно пишет даже после выхода на пенсию. Хабермас до сих пор жив, он активно работает, участвует в общественных дебатах, и надо сказать, что даже, можно так выразиться, является сам живым воплощением своей собственной философии, как стремление постоянно участвовать в свободном диалоге и пытаться найти некий всеобщий консенсус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok